доброй ночи народ казахстана шевчук оксана прямом эфире сейчас я нахожусь дома у себя я буквально минут 20-30 назад приехала домой меня привез мой адвокат я очень устала на самом деле у меня вообще нету сил я честно даже не хотела в прямой эфир выходить настолько измучили меня моего ребенка сегодня в суде его сейчас спит но самое интересное что я приехала и тоже думала лягу спать но мне позвонили сотрудники которые возили мне сегодня в двд позвонили и сказали вы знаете оксана судья опять вас вызывает на что я ответила новые совсем уже да там не знаю крыша что ли едет у всех наших властей она съехала окончательно маразм у нас закрепчал он уже просто не он не крепчает он закрепчал и уже на пике просто находится маразм наших властей я надеюсь на самом деле что все наши верхушки которые сейчас сидят которые дают эти приказы которые виновны в том что сейчас мой восьмимесячный ребенок подвергается политическим репрессиям и я я надеюсь что всем им очень скоро будет очень больно падать с этой высоты на которую они собрались по головам своего народа я надеюсь что все таки я никуда сегодня ночью уже не поеду но на самом деле я вот сижу собранная и смотрю видеонаблюдение у меня есть дома я смотрю и жду возможно приедет сейчас наряд полиции мою маму вот пока я была в суде хотели привезти туда потому что с ребенком до процесс нельзя проводить с маленьким вот я ехала сюда уже сказала маме никуда не выезжая еду домой на что и сотрудник ответил я могу применить силу у меня есть разрешение на это она объяснила что меня на самом деле везут домой он не отвечает что она врет так вот я хочу сказать что врать только сотрудники полиции у нас сейчас могут это их работа сейчас врать и хватать беззащитных женщин и детей и засовывать в автозаке вот работа сегодня нашей полиции я надеюсь что всем будет очень стыдно через два месяца через три месяца или не знаю когда у них появится это совесть я надеюсь что и вообще сегодня даже не будут ложиться спать и хотя бы немножко задумаются о том что они вообще делают они должны защищать свои граждан они должны защищать народ они вон что делать сегодня мы там два часа проторчали в этом суде никакого процесса не было ержанова толганай вместе с судьей закрылась там в отдельном ну как в отдельном крыле они закрылись то есть мы даже к ним попать не попасть не могли вы представляете мы сидим ночью мы ничего мы никого не убили мы не украли мы никому не причинили зла никому не нанесли никакой ущерб и нас как особо опасных преступниц просто очень срочно надо судить на два месяца я вообще если честно не знаю на два месяца меня там домашнего ареста судят или что не буду делать от них можно всего ожидать я уже ничему не удивляюсь но я очень прошу пожалуйста если у вас есть такая возможность если меня сегодня еще конечно туда вдруг повезут я конечно понимаю что это ночь но мы же все таки все вместе с вами боремся так давайте бороться уже до конца давайте пусть все увидят что у нас в казахстане творится вот сейчас 31 мая уже подходит концу да сегодня у нас был день политических репрессий государство решила действительно по традиции наверное еще и матерей осудить прям именно в этот день завтра будет 1 июня день защиты детей и такие вот подарки нам преподносит сегодня власти не на самом деле уже все у меня нету слов у меня нету сил я очень сильно устала просто пусть пусть знают все пусть знают все пусть народ не молчит если мы будем молчать дальше будет еще хуже посмотрите что сейчас делают а дальше нас правда поставят на колени наших детей поставят на колени перед китаем пожалуйста не бойтесь не бойтесь выходите и говорите и так как я знаю что у меня возможно сегодня последний прямой эфир меня хотят лишить и этого телефона сто процентов у меня его хотят забрать у меня забрали все у детей и скорее всего это ничего возвращать не будут и я могу ходить кричать это на каждом углу верните отдайте они все равно на это закроют глаза поэтому скорее всего это мой последний прямой эфир и больше я уже в эфир выйти не смогу надеюсь только что адвокат будет рассказывать что дальше будет происходить со мной с моей семьей всем спасибо за внимание не бойтесь друзья не бойтесь выходить отстаивайте свои права иначе потом будет поздно на самом деле потом будет поздно нам сейчас выпадает шанс изменить нашу жизнь ауга казахстан